Здрасьте, всем дождя, привет, уленьки, продолжаем играть NF марш в 22 ферму, и у нас уже июль, лето наступило, поэтому давайте сначала посмотрим, что у нас было в предыдущие дни, а потом вернемся к этому дню. А посмотреть мы можем разве что финансовые отчеты. Закончили мы с вами в апреле, я добил контракты до миллиона, в общем-то остальные цифры тут, ну продано тюков, это сено продавалось, 93 тысячи обслуживания техники, 8 тысячи амортизации недвижимости и 13,5 тысячи цена производства. В мае и июне, друзья, толком ничего не было, в мае я дособирал последние тюки, просто там прям в ночь это все осталось мне, я мотнул время на утро, тюки которые потом в БГА пошли, контрактов никаких не было, продано 27 тысяч, это у нас забилось электричество в наших навесах, я его продал, потому что НПЗ наш прекратил свою работу, как видите сборы за доставку продукции тоже нулевые пошли, там все переработалось, заводы стояли, электричество копилось, ну и цена производства тоже заметно упала. Вот, ну вот в июне уже появились контракты на уборку, и в общем-то я их уже потихонечку начал выполнять, плюс тюковка, плюс все, все хорошо у нас, уже 114 тысяч заработано, немножко излишков урожая было, некоторые поля я уже увез и тюки. Сейчас я вам все друзья покажу, расходы на топливо, я вообще без понятия что это такое, кто-то наверное съездил заправиться на заправку чужим топливом, обслуживание техники уже на 107 тысяч. Также друзья, случилась какая-то непонятная херня, у нас было 300 свинок, и внезапно добавилось новорожденных аж 1700, при этом, если мы посмотрим в наш финансовый отчет, продано животных, там было аж на 40 тысяч, то есть их как будто появилось прям очень дохренище, их добавилось 1700, то есть стало 2000 в сумме, больше не влезло. Я вот только не обратил внимания на это, у нас-то загон на 1000 уголов, и в общем-то они потом начали помирать потихонечку все, здоровье у всех упало до нуля, и когда я это заметил, я продал еще наших взрослых свинок, чтобы их осталось 65. Сейчас у них здоровье начало расти, в общем-то все вроде как нормально, ну надо за этим следить, но как-то они прям размножились, что капец. Соломы у них пока хватает, воды пока хватает, корма пока что хватает. Жидкого навоза трохи сделали, но там большой бункер, поэтому пускай он там лежит. Я его на БГА отвозил один раз, просто чтобы проверить работоспособность, с этим понятно. Далее заводики наши, навесы уже половина техобслуживания потрачено, надо будет ставить мастерскую, но опять-таки это не сегодня, сегодня у нас другие планы, но скоро поставим. Линия на БГА силоса у нас только одна работает, 617 кубов еще есть, сегодня еще докинем, контрактики на силос тоже будут. Дегистата уже 600 кубов, опять-таки большой бункер, я его не хочу вывозить, его можно распылить на наши поля, но потом в будущем вроде как из этого удобрения будут делаться, но это не точно. Короче, пока пускай он лежит, лишним не будет. Места не занимает, есть не бросит. Ну и электрозаряд уже скопилось, наверное скоро можно будет продать, если мы ничего такого нового не поставим. Ну и друзья, контракты. Во-первых, 4 контракта на тюковку было сделано, еще я их закрываю. И остались у нас вкусненькие сборы урожая. А тут я успел уже выкосить всю вот эту вот полбу с 52 поля и 66 поле горчичное зерно. Так что это все дело можно вывозить с нашего бункера продавать. Но еще там были до этого выполненные контракты, давайте в общем-то смотреть. Вот 72 поле, тут тоже овес был. Это оно уже закультивировано что ли это поле? Вообще ничего не понятно. Виды культур, ничего нету. Да, оно закультивировано без меня. Обидно. На самом деле я не помню, чтобы я принимал этот контракт, потому что вот тюковка завершилась только-только. Мне кажется у меня багануло и я потерял деньги. Ну ладно. Значит вот этого товарища. Это наша тюкалка, мы ее отправляем на поле 52. У меня тут есть сохраненный маршрутик, мы его загружаем и на поле 52 отправляем его тюковать то поле. С этим у нас понятно. Далее вот этот товарищ, тут еще лежат тюки, которые он не вывез. В общем-то ты продолжай их собирать и вывозить. И Курсплей разумеется использует для этого. Точнее автодрайв. Короче, чтобы они в паре работали. Далее на 66 поле закончилась уборка. Тут комбайны и у них у всех закончилось топливо. Но сперва маны. Съезди давай разгрузись. Потом посмотрим сколько у нас тут этого горчичного зерна появилось. Сколько раз кому куда надо съездить. И ты тоже съезди давай разгрузись. А комбайны эти надо заправить и отправить работать дальше. У нас еще осталось 5 контрактов на уборку. Там везде нут. Солому с него я собирать не буду, потому что там солома в бобовых. Ее и мало, и она дешманская, что капец. Но сперва надо комбайны наши заправить. Ну вот, наверное, вот так вот они оба сюда достанут. Класс, давай заправляйся. И Джонни, давай заправляйся. Желтый наш комбайн заправлен. Он на 52 поле тоже закончил свои грязные дела. Начинаем, друзья, наверное, с маленьких полей, да? Ты у нас поедешь на 29 поле. А поле 29 со стартовой точки. Вот оно у нас. И он здесь жатку прицепить нормально сам не сможет. Места тут мало. Поэтому вот эту штуку мы тогда отключаем. Давай едь туда. Ман пока никуда не едет. Класс. Класс мы отправляем тогда на 63 поле. 63. А, вот оно у нас близко. Ну давай вот отсюда тогда. Всего 2 поворотных полосы позволило ему сделать. Я думаю, что мы здесь даже сами все перецепим. И просто его со стартовой точки отправим. Ну-то сыпет немного, поэтому особых проблем даже с разгрузкой у них не будет. Все должно быть хорошо. Давай, со стартовой точки погнал. Решил сложиться. Пускай делает, что хочет. И наш Джонни. Джонни. Поле 56 у нас следующее по размеру. Отправим его именно туда. Где у нас поле 56. Вот у нас поле 56. Здесь, блин, не знаю, разложится он нормально или нет. Но, в общем-то, рискнем. Давай едь на поле 56. Далее, вот эту штуку мы отправляем тогда на заправку. На НПЗ он загрузится топливом. У него как раз тут всего один куб остался. Комбайны все равно еще придется заправлять. А потом едть на парковку. У нас парковка топлива. Давай тоже погнал. Тем временем маны наши приехали на разгрузку. Прекрасно. Сейчас они разгрузятся. И посмотрим, что у нас на складе тут лежит. Что нам надо и куда вывезти. И контрактики мы те тоже закроем. Получим денежку. Давайте его с маршрута снимем. И просто в стороночку отставим. Сейчас моему работу придумаем. И белый. Тоже снимаем его отсюда. И разгружаем. А значит, во-первых, куда нам надо это все дело отвезти? С 52 поля в порт. Полбу. А горчичное зерно на ЖД вокзал. Полбу мы насобирали 284 куба. Это на 5 поездок. А горчичного зерна мы насобирали 331 754. Это на 6 поездок. Значит, что мы делаем? Вот этому товарищу мы говорим. Давай загружайся на БГА склад загрузка. Выгружайся на ЖД вокзале. Съездишь 3 раза. И отвезешь полбу. Нет, отставить. Горчичное зерно ты возишь. И последнее у него там будет совсем не полное. Поэтому 20%. И погнал. А вот этому товарищу мы говорим сделать то же самое. БГА склад загрузка. Тоже на ЖД вокзал. И то же самое горчичное зерно. И те же самые 3 раза. Тоже погнал. О, этот, кстати, перецепился здесь нормально. Здесь места много. Отлично. Так, а вот здесь у нас транспортный коллапс. Этот не может из-за мана проехать. Этот ман у нас едет 5 раз. Тоже едет. Загружается на БГА склад загрузка. Разгружается он у нас в порту. И везет он туда уже полбу. Сейчас мы его на какой-нибудь маршрут поставим. Например, вот сюда. И он вроде как должен будет найти путь с поля. Нашел. Прекрасно. Так, этот пошел тюковать. У него все хорошо. Этот поехал на 29 поле. Ему надо будет перецепить. В общем-то, всех в работу вроде как определили. Вот этот товарищ у нас сейчас закончит 72 тюки вывозить. И потом мы его отправим на 52 поле. Делает то же самое. Что у нас еще? Этот почти забился. Но сначала маны сейчас сделают все, что надо им по поводу перевозок. Потом поедут разгружать вот этих товарищей. Этот весь нут мы тоже весь сначала свезем на базу. А потом с базы тремя грузовиками быстренько вывезем на точку доставки. И закроем 5 контрактов сразу. Также, друзья, давайте еще возьмем какие-нибудь контракты на сено. Продолжим. 61-е, 60-е поле у нас. 45-е у нас поле на сено. И 10-е. А, 25-е. 25-е делать не буду. А, так и все. Все остальное будет на силос. Прекрасно. Силос единственное, вот возить на биогаз южный. Надо будет просто отследить потом тот момент, когда тюки начнут продаваться. Давайте тогда все три контракта сразу эти возьмем. Я думаю, что я за эту игровую сессию все сделаю. Ну и для начала тогда отправляем вот эту вот косилку. А припарковать по завершению нет. На поле номер 60. Она как раз и заправлена, и все прекрасно. Давай вот отсюда, по стандартному маршруту, едь все коси. И, друзья, вот эту косилку мы тоже отправим. Я ее даже, она выключена у меня из таба. Я ее даже включать туда не буду, чтобы не переключаться. Потому что она все сделает без проблем. Она поедет на 61-е поле. Нам три поля надо скосить. Ее мы потом, соответственно, отправляем на парковку обратно. Конечно же, у нее сбился вот этот вот показатель. 9 метров мы ей ставим. Во. То, что надо. Она едет там, косит и возвращается обратно. И мы про нее, нам даже не интересно, как у нее дела будут. А еще, друзья, у нас наши поля-то созрели. Канола. Их тоже за сегодня надо будет обязательно убрать. И Канолу потом отвезти на топливный завод. Ну, в общем-то, сделаем. Не проблема. Но сперва контракты. Нужны деньги. А источное земледелие, кстати говоря. Вот это вот поле, которое 33-е. Оно отсюда пропало вообще. И у нас опять повысился нормальный эко-счет. 11% у нас надбавка на продажу стала. Плюс 36-е поле. У нас же здесь Канола, да? Да. Мы соберем. У нас поднимется здесь Азот. Тоже станет, наверное, 94. И, может быть, еще среднее поднимется. Прекрасно. В общем-то, мы всех в работу распихали. Пускай ребятушки работают. А мы встретимся с вами. Я сейчас пойду поужинаю и всякое вот такое. Чуть попозже. Итак, вот этот красный ман. Последний раз едет за полбой. Остальных манов мы отправили уже к комбайнам. Скоро они доедут. В принципе, кстати, поле 52 и выполнено. А может, кстати, уже и... А, он движется на место парковки. Замечательно. Тогда, друг, едь на поле 29. Там тебя ждет Нью-Холланд. И разгружайся у нас на склад выгрузка. И это у нас работа с комбайном. Погнал. В общем-то... А, он и, кстати, рядом и находится. Вообще прекрасно. Почти круг он сделал. Тут прям совсем мало урожая будет. Солома хрен с ним. Но я это уже говорил. А также нужно заправить топливо. Это у нас... Косилка, кстати, тоже закончила косить первое поле. И мы отправили ее на 45-е, на большое. Кому топливо? А, вот этому топливо надо заправить. Но он съездит заправиться сам, когда прям станет не в моготу. Отсюда тюки мы уже тоже потихонечку вывозим. А 66-е поле мы можем контрактик-то принять. Он случайно потом не исчез. 203 тысячи. Здравствуйте. Миллион 454 у нас теперь на балансе. А кого еще из техники? Одно поле у нас скошено. Можно отправить волковалку. Вот наша волковалочка. Ее мы из-под замка снимаем. И на поле 60 отправляем. И по курс-плею работать заставляем. И маршрутик ей предлагаем. А вот сюда ты должен будешь в конце приехать. 90 градусов. Вручную приходится ставить вот эти вот направления. Потому что у косилок... Почему-то вот поля островой, они кривые. И они начинают криво, косо работать. И надо снять, припарковаться по завершению. Потому что тебе парковаться по завершению не надо будет. Все, поехал работать, ты справишься. А мы пока пойдем заниматься более важными делами. Вот кто-то может заблокировано. Начинается фасттрек. Боже, тюки тебе мешают. Ну да, не успевает он их развозить. Что поделать? Кто ж виноват, что ты так быстро тюкуешь? Хотя, кстати, пока он на заправку будет ездить. Ну что, он уже точно скоро поедет? Хотя, может, и не поедет. А, 38 минут. Ну точно, на заправку еще поедет. Потому что у него сейчас в баке не останется ничего. Так вот, друзья. Наши дела насущные. Вот этот вот участок, если верить описанию производств, предназначен для лесопилки. Это у нас участок под номером 52. Вот он. Стоит 305 тысяч. Скидка всего 10%. Что-то мы как-то не повыполняли контракты на полях вот этого чудика. И нас тут, разумеется, интересует производство. Вот это. Лесопилка называется. Боже, какое ты здоровая. Тут есть два озера. И они мне прям не нравятся. Лесопилка наша стоит с миллион сто. Участок 300 тысяч, но это не все. Как видим, здесь лес. А лес это плохо. И надо придумать, как ее здесь расположить. Вообще, я думаю, что надо ее расположить вот прям вот здесь вот так. Дорожки потом перерисовать. Сделать красивые въезды-выезды. Озеро оставить. И значит, все вот эти вот деревья, которые идут до озера, нам надо будет спилить. А их тут немало, я бы сказал. Вот это озеро. Надо будет потом еще выровнять здесь весь ландшафт. Потому что чувствуется, что он прям не совсем ровный. Знаете, в Platinum Expansion появилась такая штука, как маркеры. По-моему, в... А, не. Вон он. Маркировочный спрей. 100 евро. Стой. Давайте купим. Посмотрим, что это такое. Видимо, как бензопила будет работать. Да. И ходить, помечать деревья, которые надо будет спилить. Типа вот так. Это дерево нельзя отмечать. Разумеется, раньше. Потому что надо, наверное, участок купить. Это ж не наше дерево, правильно? Участок купить. 305 тысяч. У нас 1159 остается. О. Можно пометить дерево. И помечают те, которые надо спилить. Ай, маркер перенесся. Я понял. Есть даже специальная профессия такая. Люди ходят и помечают деревья, которые надо спилить. В общем-то, посмотрели. Прикольно. Где у нас озеро? Вот у нас озеро. И вот по это дерево тогда. Давайте вот его отметим. Вот это вот отметим. Что здесь еще в эту линию идет? Наверное, вот это можно будет не пилить. Посмотрим. Получается, здесь крайнее будет вот это дерево. Блин, сколько кустов. Черт, вообще нифига не видно. И непонятно. Вот это тоже пометим. Просто не знаю зачем. Давайте вот эту вот елочку. Или что это? Маленькая сосенку. Ель, это да. Диаметр 0,8 метра у толстых. А вот у этого сколько диаметра? 0,7 метра. Там больше было. Просто оказывается сейчас вот эти вот лесозаготовительные комбайны, они тоже отличаются. Вот это тоже надо будет спилить. Короче, я все деревья помечать явно не буду. И эту штуку мы на самом деле продаем, потому что она потом будет меня бесить. Посмотрели? Прикольно. Прикольно, да. Его нельзя продать. У нас учить продажу не удалось повторить попытку подключения позднее. Наверное, потому что он у меня в руках был, да? Техника продана. Да, именно поэтому. Так вот, друзья, что нам надо теперь? Нам надо взять в аренду. Я в начале прохождения говорил, что я не буду брать ничего в аренду, но это такое, знаете ли, исключение. Наверное, вот эту вот штуку, потому что она 80 сантиметров, самый большой захват по диаметру. Вот это Скорпион 64 сантиметра. Те деревья, которые там 0,7-0,8 в диаметре, он просто даже не потянет. Эту штуку мы берем в аренду 24 тысячи. Я надеюсь, что за час мы справимся. Также, также, также. Нам нужен вот такой прицеп только с автоподбором. Я надеюсь, что он здесь. Здесь новые прицепы для леса появились. Да, он здесь. 12 метров вполне себе хватит. Тоже берем в аренду. К этому прицепу нужен грузовик, который мы тоже возьмем в аренду. Давайте возьмем старую Вольву. Посмотрим на нее. Как она вообще себя чувствует. Тоже арендовать. Тюнить ее никак не будем. И нужен еще корчеватель пней с трактором. Лесными эмульчерами можно удалять пни и кусты. Эта машина может выкорчевывать пни. 2,3 метра. Прям вот так вот, да? Давайте возьмем по старинке вот такую штуку, которую мы привыкли работать. Примерно такая же была в 19-й ферме. Да, тут в платье не добавилось. Прям много всякого. Волочно-пакетирующая машина срезает деревья. Она может срезать по нескольку деревьев и сразу их выгружать. Надо будет как-нибудь во все это поиграть. Там у нас 90 лошадок требовалось. Какие тут трактора всякие есть интересные. Новые. Это как будто мультяшный трактор из датчик. Вот что-то мне как-то вот напоминает. Давайте вот этого вот. Нет, не вот этого. Давайте вот этот линдтрак возьмем. 136 лошадей. Коробка автомат. Вот, покрасим его в оранжевый. Хотя смысла никакого нету, но ладно. Вот. И все вот это вот оборудование, которое мы взяли в аренду. О, поехал товарищ на заправку. Вот оно в магазине. Нам нужно отправить на поле номер 18. Давайте мы трактора отправим первым. О, блин, у него еще и задние колеса поворачивают. Прикольно. Для навесного это полезно. Для прицепов не очень. Отправляем на поле номер 18, потому что оно самое близкое. Погнал. Вот этот товарищ. Коробка механика. Но вот здесь на всех грузовиках коробка механика, поэтому ничего особенного. Но не сказал бы, что он прям быстро едет. Но ничего, пускай будет. Подцепляем. И тебя тоже на поле номер 18 отправляем. Погнал. И вот эту вот хреновину мы тоже отправляем на поле номер 18. Ты давай тоже едь туда. Тебе 5 минут ехать. Самый максимальный катинг ленд с 5 метров. Ага, 6-метровый оно не умеет, да? Я рассчитывал на 6-метровые бревна, чтобы их в 2 ряда складывать в этот 12-метровый прицеп. Ну ладно. Посмотрим. Я еще в этой ферме ни разу ничего не пенил. Это будет мой первый раз. Пока они там едут, пробежимся. Посмотрим, как дела у наших ребятишек, которые работают. Этот у нас волкует. У него все хорошо. Ах7 прибыл. Парковка-косилка. Соседнее поле, соответственно, скошено. Тут ребята убирают. Тут ребята убирают. Этот товарищ у нас возит тюки. Полностью загруженный, значит, там еще что-то есть. Этот у нас косит. Ему еще 1 час 23 косить. Вообще не быстрое занятие. 45-е поле. Эти товарищи тоже убирают. На ходу разгружаются. У них тоже все хорошо. Эти убирают. Все убирают. Эти едут. Прекрасно. Значит, ждем, пока доедут. Да, я помню, как я такую штуку на отрадной долине. Тоже 20 километров в час она ехала, перегоняла. Она что-то в районе 20 минут добиралась до леса. С магазина. Но там карта чуть побольше. Или, друзья, вот это вот все оставить, а лесопилку всунуть вот сюда. Как вы думаете? Вот эти вот два озера тогда придется полностью затераформировать. Я что-то не увидел здесь эту будку. Нам не подойдет, раз она здесь стоит. Да, тогда мы сносим вот эту вот хреновину по вот эту вот дорожку. Не те деревья мы пометили маркером. Наоборот, те оставляем. Может быть, туда лесорубов тогда поставим. Посмотрим. Лесорубов тоже надо будет ставить. Обязательно. Все, эта штука у нас добралась. Теперь хороший вопрос, как этой штукой пользоваться. Во-первых, его надо включить, развернуть, да? Я, честно говоря, уже все позабывал. А боюсь, что здесь еще и может быть все быть не так. Тут все не так. Оно не вертится на те кнопки, на которые раньше вертелось. И как с этим жить? И что, мне наклава мыши это все делать? Да ну нафиг. Я так не согласен. Видимо, мне придется страдать. Б. Наклонить голову комбайна. Что вот это значит? Непонятно. Изменить длину распила. А, смотрите-ка. О, аж 20 метров есть. Давайте тогда 12 сделаем. У нас 12-метровый грузовик. Пускай 12-ти будет. Развернуть лесозаготовительный комбайн. Что-то он начал разворачивать. Так, тебе мы отключаем вызов правой кнопкой мыши. Кто будешь бесить, я тебя знаю. Так, это вверх-вниз. Вот это вот крутить. И что, серьезно? Это мышкой надо делать? Да ну нахер? Я на такое не подписывался. Отключаем вот эту хреновину. Это что такое наклонить голову? А, вот оно что. Так, ну в общем-то все до следующей дорожки. Мы выпиливаем. Блин, на геймпаде это было так удобно. Почему все сломали, а? Какого хрена? Ладно, пробуем. Ух ты. Какой-то маркер появился. Чтобы нацелиться на дерево, сориентируйте комбайн О. Ух ты. А вот это мне нравится. Нажимаешь кнопочку и оно само. На X спилить. И под самый корешок варим лес. Ачивка. На какую кнопку поднять? Твою мать. Ну вот какого лешего, а? Ну допустим. Ладно, что-то я как-то более-менее выкрутился. X спилить. Ну спилили. Блин, ребята, мне не нравится это делать на клаву мыши. Вот прям вообще не нравится. Но мне нравится вот эта вот штука с автоматизацией. Слушайте, это вот вообще прям классно. Бзды и все. И оно не спилило, серьезно? Давайте поднимем вот эту хреновину. И еще раз нацелимся. Оп. X спилить. Теперь спилило. Все поднимаем, оттаскиваем назад. Да, я здесь сегодня замучаюсь. Я здесь прям замучаюсь, замучаюсь. Мне кажется, мне проще всего, знаете что? Просто подъезжать, пилить и оставлять их на том же самом месте. А потом отсюда их забирать автопогрузкой, чем как я раньше делал. Отвозил их в какое-нибудь укромное местечко и потом из кучи забирал. Ну потому что на самом деле, ну типа, блин, на клаву мыши этим заниматься, это вообще извращение. Поэтому мы делаем так. Мы его просто валим, прямо здесь и пилим. В теории я понимаю, что можно пойти, назначить кнопки на геймпад, но я не знаю, как оно там называлось. Все. Блин, мне вот эта штука прям нравится. Вот этот автоматический захват. Минус мучения. Так, это спилили. Погнали дальше рядочек, потом их соберем все. Давай вот это дерево тоже спилим. Оп. Спилить. Немножечко его назад. Только не улетай в космос, пожалуйста. А то я знаю, деревья иногда любят это делать. Ну такое себе. Бздынь. Тоже спиливаем. И пускай здесь лежит. А чё это ты там веточку пропустил? У меня же автопогрузка его не погрузит после этого. Ещё мне, кстати, не очень нравится то, что здесь довольно высокая трава. И я эти деревья потом хер найду. А ещё потом пеньки надо будет здесь выкорчевывать. Ну почему ты вот такой вот настолько, а? Как на геймпаде было удобно, ребята, вам не передать. Давайте вот эти вот два ещё тоже спилим. Пойдём всё пособираем. Я, кстати, не удивлюсь, если вот то, что вот на кнопочку нажимаешь, оно само целится. Это вот прям реально такая технология какая-нибудь хитрая есть. Кроме того, что оно ворочается, пытается спилиться в меня. Давай, бздынь. Пили последнее. Так, тебя, друг, мы оставляем здесь. Вот так вот. И переходим в наш арендованный грузовик. Вольво. Какими кнопками у нас здесь работает? Так, автозагрузка у нас справа. На B старт автозагрузки. Ну погнали, посмотрим, как это работает. Я думаю, что это работает. Так, фасттрек прибыл на 52-е поле. Это он заправился и вернулся. Будет там дальше всё тюковать. Ну давай, друг, залетай. Если я тебя руками поднесу. А там было написано switch to right, значит оно включено to left. Правильно? Нет? Да, залетело с левой стороны. А где у нас ещё тут что-то лежало? Я же два выкладывал поперёк. Первое, которое я спилил, их два здесь было. Где второе? А? Где оно? Я уже помню, я пилил. Пропал куда-то кусок бревна. Так и живём. Так, ну давай мы тебя. Бздынь. Залетело. Прекрасно. Где-то тут должно быть ещё. Да, в кустах их ещё попробую найди. Бздынь. Залетело. Вижу ещё одну деревяху, но она там с сучком, а я боюсь, что она не залетит. Да. Её не хочет. Да, мы её потом руками сбросим, это не проблема. Это залетело. Бздынь. Это залетело. И здесь у нас четыре палочки лежит. Мы их тоже грузим. И вот уже 11 деревях на 11 тонн. Ну вот как-то вот так. Ненавижу лес, ребята, вы бы только знали. Сейчас один раз отмучаемся и больше этого делать не будем, слава богу. Здесь точно где-то же ещё целая палка была, а. Короче, вот такая вот грустная история. Кстати, мы там приняли 66-й контракт. А значит, должна быть культивация на него, правильно? Правильно. Вот она. Надо отправить туда культиватор, культивировать. Чё он простаивает? Друг, ты у нас на поле 66, какое оно большое. Едешь всё культивировать со всей силы. Во, прекрасно. И потом возвращайся сюда. Хотя там уже 52-ое к тому времени закончится. Ладно, друзья, я занимаюсь вот этим геморроем. Иду пилить вот этот лес, выкашиваю весь этот участок. Я не знаю, сколько времени у меня это займёт. Но мы встретимся, когда всё там будет готово. Ребята, я прям лох, короче. Всё оно с геймпада работает. Всё крутится, всё вертится. И всё как раньше. Ха. Видимо, его просто надо было запустить. Кто там у нас завершил работу? Вот ты завершил работу. Тогда ты у нас едешь на поле номер 61. И разумеется, у тебя не получилось ничего. Потому что конченое поле. Ну ничего, я ж найду точку, с которой у тебя всё получится. Ты просто так вот переставляешь. И ты у меня рано или поздно сгенерируешься, падла. Не удалось, а? Да ты шутишь? Что же, пятый раз подряд с разных точек? У тебя всё не получается? Падла, не беси меня. Аллилуйя, он это сделал. Шуруй, поле 61. Едьте работой. 59-е поле засеяно картофелем. Охренеть. Боюсь представить, что за вкусненький контракт будет на уборку, которую мы делать не будем. Так, волковалочка. Ты у нас тоже сейчас идёшь работать. И ты идёшь на поле номер 60. Рисуем тебе такой же маршрут. В принципе, пойдёт. Припарковаться по завершению нет. Ну и едьте работой. Только единственное, мы этот маршрут сейчас сохраним. Поле 60. Чтобы потом на этот маршрут отправить тюкалку. Всё, давай тоже едь работой. А я тогда пошёл всё вот это вот дело... Интересно, на геймпаде есть правильная кнопочка нацелиться? Вот это вот есть? Нету. Придётся делать вот так. Бстынь. Короче, целиться придётся на этом самом. Так, опять инвертированное управление. Целиться придётся на клавиатуре кнопочку О нажимать. Остальное всё и так работает прекрасно. Хорошо. Дальше пилим лес и опять он... Понятно. Улетело бревно. Короче, пошёл я мучиться. Итак, друзья. 14-12 у нас на часах. Прошло довольно много времени. И что за это время произошло? Были убраны почти все поля по контракту, кроме 54-го. Вот сейчас на нём все три комбайна и три мана наших трудятся. Потихонечку. Тут они тоже загонками ездят, друг с другом вместе разгружаются. Всё прекрасно. 50 минут осталось работать вот этому и он скорее всего закончит последним, потому что ему типа два загона надо будет или тут прям большой загон. Но посмотрим. Наш культиватор культивирует 52-е поле. Через полчаса тоже закончит по контракту. Потом, правда, появится ещё у него для культивации, но это потом. На 45-м поле уже последнее идёт сейчас волкование и сюда уже едет тюкалка. 60-е и 61-е уже полностью всё вывезено, всё там хорошо, можно эти контракты сдавать. И 66-е тоже закультивировано, этот контракт тоже можно сдавать. Тут, в общем-то, всё хорошо. Ну и, друзья, что самое главное, наш лес. Давайте для начала реально сдадим эти контракты. А культивация, тюкование, тюкование. Остался только силос. И у нас на балансе есть 1 миллион 400 тысяч. Прекрасно. Я тут, в общем-то, выпилил вот такую вот площадочку. Она, правда, кривая, её нужно разровнять. Обязательно. Вроде как сюда должна помещаться лесопилка. Я пока что не сдаю технику всю. Ну и вот у нас есть прицеп с брёвнами. Есть у нас ещё вот такая куча брёвен. Это которые криво попилились, тут остались ветки, они на автопогрузку не влазят. Но их можно будет... Можно их бензопилой, в принципе, покромсать. А можно их просто в руками потом отнести на лесопилку. И сюда, друзья, я вот ещё сгрузил кучу брёвен, которые нормально попилились. 12-метровые, с ними всё хорошо. А 86 деревьев, если верить статистике, у нас повалено. Так что всё прекрасно. А ещё, кстати, да, я убрал наши поля с канолой. 38-е и 36-е. Урожая там не сильно много, как я говорил. Когда мы уберём 36-е поле, тут поднимется у нас азот. Он почему-то не на максимум поднялся. Ну да ладно, 93 балла там сейчас. И 90 баллов у нас в сумме в эко-счёте. А это уже 12% на продажи. Это прекрасно. Это меня прям радует. Можно ещё убрать будет 6-е поле. Здесь 62, в принципе, не так плохо. Но можно будет это всё дело убрать. Поле, я имею в виду. И оно пропадёт, и, видимо, станет чуть больше. Плюс после уборки подсолнечника, в теории, тоже должно будет немножко подняться. Хотя вот здесь азот, скорее всего... Блин, где-то ж у нас с азотом будет полная беда. Или везде у нас будет полная беда. Надо, чтобы оно потом там выровнялось. У нас тут находятся вот два вот таких озера. Я, честно говоря, не знаю, что с ними будет. Сможем ли мы их выровнять? Но, скорее всего, сможем. Не на всякий случай, друзья. Я сейчас сохранюсь, потому что... Потому что, хрен его знает, сейчас ещё накосячу с этим терраформингом. Я не очень в это умею играться. Итак, нам нужна планировка лонгшафта. И нужна вот эта вот штука. Делаем кисть побольше. И, наверное, сделаем её квадратной. Не знаю, по какому уровню выравниваться. Дорожки вроде бы ровные. Ай, трава у нас, кстати, убирается. Прекрасно. Да, озеро это замазывается. Там есть холмы. Денег мы сейчас потрачим кучу на это всё дело. Но ничего не поделаешь. Надо выравнивать. Тут же вроде как ещё меняется нажим, да? Давайте попробуем понажимать на L. Чтоб оно прям быстро всё это... Да, оно прям быстрее, но денег капает больше. Хорошо. Выравниваем тогда всё по этому уровню. Блин, здесь тоже горка, да? Нет, здесь вроде ничего не выравнивается. Так, здесь, наверное, имеет смысл взять круглую кисть. Озеро замажем полностью вокруг него. Ну, сглазим как-нибудь, если там что-то кривое. Потому что вроде как на озеро мы не попадаем, только маленькую чуточку нам там надо. Ну что, вроде как типа ровно. Давайте здесь побегаем, посмотрим. Вроде как горок я никаких таких не наблюдаю. Вот здесь небольшой подъёмчик есть. Я надеюсь, что это не сильно принципиально будет. Здесь всё ровно. Ну и вроде все подъёмы сглажены. Вот здесь дорожки, которые... Вроде как всё нормально. Дорожка типа тоже ровная. Отлично. Тогда мы готовы, в принципе, ставить лесопилку, насколько я понимаю. Она стоит миллион сто, у нас хватает на неё денег. Вот она. Всё равно просит какой-то терраформинг. А блин, чё ты ворочаешься? Ну как-то вот так вот, если мы её жахнем сюда. Готово. Поставили. Ну и вот она. Такая вот здоровенная. Здесь какая-то горка получилась. Так, что-то я накосячил. Здесь выгрузка. Здесь поддоны будут появляться, но это работает. А вот здесь должно быть озеро. Для этого я, в общем-то, и сохранялся. Мы перезапускаем игру. Попробуем поставить немножечко по-другому. Так, знаете, даже технику после перезапуска никакую запускать не будем. Давайте попробуем её... Нет, давайте попробуем выровнять здесь всё. Ещё раз. По-быстренькому. Так, вроде как перестало уже деньги жрать. Всё. Вот здесь вроде как всё ровно. Но давайте попробуем всунуть немножко по-другому. Без выравнивания земли, которая идёт при установке. Вот так вот мы её ставим. И да, озеро здесь появляется. Куда мы будем брёвнышки все скидывать? Пол нормальный. Триггер нормальный. Всё, всё нормально. Лепота. Значит, друзья, что мы делаем сейчас? Мы её запускаем. Вот наша лесопилка. Здесь у нас делаются планки, поддоны, ДВП, ДСП и щипа. Щипа производится и на линии планок, и на линии поддонов. То есть, тысяча и семьсот пятьдесят. Поддоны прям даже третья смена есть, если очень сильно понадобится. Денег жрёт не так много, как топливный завод, например. А вот ДВП и ДСП уже сами по себе жрут эту самую щипу. Поэтому, что мы делаем? Мы пока что запустим все вот эти вот линии в одну смену. И ДВП, и ДСП, и щипу. Нет материалов, это понятно. В 14.22 у нас поступит электричество. Давайте сейчас закинем сюда вручную все брёвна. Я надеюсь, это быстро будет. Вроде бы всё ровно получилось. У меня большие опасения с размещением предметов всегда. У меня никогда не получается сделать... Чёрт, ну вот как... Почему я всегда переворачиваюсь? Я же даже не быстро ехал. Блин, и он очень тяжёлый, эти брёвна. Так, вроде бы стал, да? Стал. Косо-криво, но стал. Хорошо. Медленно, аккуратненько тогда заезжаем туда. Разворачиваемся. Отлично. А гружёные брёвнами этими даже не тормозит нормально. Вес прям чувствуется. Так, стой здесь. Разгрузку ставим направо. И давай разгружайся. Всё, наши брёвнышки посыпались. Опс, всё. Освободили всё. Ремни можно снять. Так, они попадали. Но насколько я знаю... Чёрт. Насколько я знаю, их нужно туда всё равно все закинуть. Во-первых, ручками их закидываем поближе в озеро. Точно, чтобы всё попадало. И нужно нажать на кнопочку. Вот на эту. Хранилище брёвен. И оно всё туда попадало, да? Да. Сколько мы туда загрузили брёвен? 46 кубов. В принципе, нормально. С учётом того, что нас ещё ждёт. А давайте перегрузим туда всё остальное. Интересно, трава здесь вырастет? Я, кстати, даже до сих пор не посмотрел, у свинок выросла ли трава. Хотя там уже много дней прошло. Сейчас бегаем, посмотрим. Если я не забуду. Сейчас нас больше интересует аккуратно всё вот это вот дело перетащить и перевезти. Может быть, даже имеет смысл, знаете ли, больше раз съездить, чем пытаться увезти за раз больше, чем это возможно. Она вообще не останавливается. Прям вот от слова совсем гружёная. Хотя всего 16 тонн. Разгружаемся на правую сторону. Оно всё падает. Это мы уже третью гружёную машину везём. И она сейчас перевернётся. Тихо, не надо, пожалуйста. Нет, она всё-таки перевернулась. И мужик на это стоит и смотрит. Нет бы помочь. Я же вот сейчас доиграюсь с этим. Она вообще не хочет переворачиваться. Её просто клонит упасть. Давай, 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 давай. Я в тебя верю. Нет. Она слишком тяжёлая. Центр тяжести прям. Её же как бы можно просто вот крутить, вертеть. То есть если мы берём одно какое-нибудь бревно, то мы можем его во все стороны вот так вот крутить, вертеть. Как угодно. А машина вот не хочет крутиться, потому что слишком тяжёлая. Обычно крутится. Но прицеп... Опа. Опс. Получилось? Нет, не получилось, да? Кто-то мог бы посоветовать мне отсоединить прицеп, но ничем хорошим это не закончится. Ладно, друзья, план-капкан. Мы несём этот грузовик к месту выгрузки. Да, вот такая вот какафония здесь происходит. Аккуратненько его поворачиваем. И что делаем? Отцепляем ремни. И все брёвна отсюда сами выкатываются. Погнали закинем то, что там уже есть. Чтоб оно не мешало. Во, осталось не так много. Всё, и вот так вот с сильным быть хорошо, да? Всё, и эту херню мы отсюда уносим и нормально переворачиваем. Без каких-либо приколов. Я, друзья, не люблю лес. Не люблю этим заниматься. А если заниматься типа фэншую, без автопогрузок, ну это ж вообще, ну капец. Что вы тут стали смотреть? Ну, с брёвнами я тут играюсь. Ну, что такое? Или эти брёвна реально мешают им пройти? Да не верю. Это ж просто анимация без коллизий. Не, реально я мешаю им пройти. Прикол. Первый раз такое вижу. То есть они меня как бы видят, да? Ну ладно. Или нет? Что им сейчас мешает? Так, всё, хорош. Лучше 40 раз по разу, чем за раз все 40 раз. Так, давай. Выгрузку вправо. Пока пойдём тоже нажмём на кнопочку. Они там вываливаются. Сразу всё загрузим. Ну и вот, друзья, на грузовике получается мы всё вывезли. У нас осталось ещё несколько штук там лежать, маленьких палочек. Мне проще их вот так вот руками отнести, потому что я заколебаюсь к ним подъезжать. Вольво это мне не очень зашло, если честно. Медленно переключает передачи. Не сильно отзывчивая на управление. Чёрт он в воде её не кидает даже, представляете? Так, а вот эту штуку мы погрузили. Она исчезла просто. Ну и ладно. И, друзья, у нас есть ещё вот тут вот куча огрызков. И у нас здесь нет входа, чёрт. У нас есть куча огрызков, которые не отпилилась одна веточка. И, соответственно, автопогрузка на них не работает. Я их сгрузил все вот сюда. Интересно, он отсюда их туда докинет? Будем считать, что докинет. Ну, вроде как даже докидывает, да. Сейчас потом разберёмся. Нормально, хорошо быть сильным. Кушайте, идите кашу и будете такими же сильными. Но это не точно. Но без каши точно не будете. Не докидывал он, да? Здесь большинство. Чёрт вообще, какая какафония получилась. Ну-ка, давай-ка погрузить. Ну и осталось пару штук буквально здесь, которые не залезли. Сейчас мы их все тоже позакидываем. О, отлично, огонь. И сколько же брёвен мы сюда притарабаним? 225 кубов у нас получилось. На первое время этого должно хватить, чтобы лесопилка работала в одну смену. Дальше, друзья, будем смотреть, нужно ли будет подключать вот эту вот вторую смену или не нужно будет. Электрозаряд сюда прибудет через 18 минут. Мы вот эту вот всю арендованную технику... Я сказал всю арендованную технику, я сказал, блин, она выходит из группы непривычно. Сдаём, в общем, всё вот это вот дело. Больше я пилить не намерен. Лесопилка у нас запустится, будет сейчас работать, друзья. А я уже у меня первый час ночи, поэтому я хочу уйти спать. Завтра на работе. А я добью вот эти вот контракты, которые у меня сейчас висят. Культивации. Наши поля закультивирую. После уборки, разумеется, появится... О, мы хотели посмотреть свинальный, погнали посмотрим. Так вот, после уборки контракты на культивацию, если появятся, они должны будут появиться. Тоже, в общем-то, сделаю. И, разумеется, будут у нас ещё денюжки. Лесопилка какой-то продукт сделает. Мы с вами встретимся в августе. Проложим туда автодрайвы всякие. Подрисуем всё и так далее. Так, вот наша база, вот наш свинарник и нихренашеньки тут трава не выросла. Ладно, я буду думать на этот счёт, ещё поэкспериментирую что-нибудь. Но тут три дня прошло так-то. Пора бы и честь знать. Чем-нибудь я сделаю всё-таки здесь траву потом каким-нибудь образом. Не знаю пока каким, но каким-нибудь сделаю. Вот, контракты, в общем-то, я все добиваю. Мы встречаемся с вами в августе тогда. Кто-то меня когда-то спрашивал, мол, буду ли я делать дополнительное освещение здесь на гаражах. Так вот, освещение на самом деле у нас здесь есть. Сейчас просто уже так более-менее светло стало, но на самом деле светит и нормально. Этого вполне себе хватает. Никакие фонари ставить здесь не надо. Друзья, у нас август наступил. Я на самом деле думал, что уборочная у нас на этом заканчивается. Но нет. У нас ещё полкарты созрело. А именно хмель, пшеница, фасоль, лён, сорга, горох, ячмень. Ну, в общем-то, и всё. Прилично я тут контрактиков нахватался. Что нам, друзья, в августе надо сделать? Кроме контрактов на уборку. Нам, друзья, надо засеять два наших поля. 38-ое и 36-ое. Канолой опять-таки оно у нас пойдёт на топливо. Поэтому вот эта вот замечательная сейлка. Мы тебе ставим канолу. Отключаем тебе припарковаться по завершению. И с начальной точки рисуем тебе маршрут. Сначала на 38-ое поле. С острыми углами, разумеется, поле наше. Ну и отправляем его работать на поле 38. Давай, друг, погнал. Сначала заправится семенами, потом пойдёт работать. Также у нас есть два контракта на удобрение. Поэтому я думаю, что их тоже стоит выполнить. Сразу же запустить вот этого товарища. Правда, они не сильно большие. Ну ладно, 13-14 тысяч лишними не будут. 12-ое, 49-ое поле. Начнём с 49-го. Поле номер 49. То же самое припарковаться по завершению ему не надо. Поле 49 у нас где? А поле 49 у нас вот. Вот такое вот поле. И отлично, тут нормально получилось. Давай тоже шуруй, это всё дело удобрей. Далее, друзья, наше с вами производство. Силоса мы загрузили. Сейчас его дохренище с контрактов нападало. Поэтому всё хорошо. Но я, друзья, задолбался эту тюковку делать честное слово. Поэтому, скорее всего, мы купим 45-ое поле. Поставим силосную башню, ферментатор. И будем делать силос там. Очень надеюсь, что хватит денег сделать это к следующему покосу, который будет у нас в октябре. С этим, в общем-то, понятно. Далее, лесопилка. За ночь переработала половину брёвен наших, которые мы туда закинули. И вот результаты этой работы. ДВП и ДСП, насколько я понимаю, мы на продажу делаем. Поддоны, щипа, планки нам понадобятся. ДВП, ДСП пока что нигде не используется. Далее. Топливный завод наш стоит. Но мы собрали канолу в июле. И поэтому можно её отвезти, эту линию запустить. Так, в наших навесах по 14 кубов электричества. На биогазе 684 куба электричества. Это, в принципе, можно и продавать. Если верить в продакшн инфо, то на 20 часов у нас осталось дерево. Поэтому, друзья, нам надо поставить лесорубов. Сегодня же. Но для начала нам надо вот этого мана отправить, отвезти к канолу. К канолу мы собрали 132 куба. Это три поездочки ему. На НПЗ выгрузка сыпучая. Везёшь ты туда канолу. И дело, что три раза я его даже из-под замка выключать не буду. Давай вези. Как я говорил, в августе нам надо ещё сделать маршруты автодрайва на нашу лесопилку. Чёрт, дождь пошёл. Ну ладно, мы пока ещё уборочную не запускали, поэтому всё нормально. А, кстати, погнали ещё наших поросяток. Посмотрим, что у них там. Как дела, делишечки. Корм пока есть. Жидкого навоза тоже не забились. Вода пока есть. Солома пока есть. Навозы они нам накакали на 58 кубов. Пускай он пока копится. Трава вокруг не выросла, друзья. Потом что-нибудь с этим придумаем. Не сегодня. А нам, друзья, надо нарисовать маршруты автодрайва на нашей лесопилке. И закрасить здесь въезды. Оп, как резко светло стало, да? Замечательно. Так, смотрите. Здесь у нас выгрузка идёт поддонов с брёвнами, которые мы будем возить от лесоруба. А здесь у нас выгрузка щепы. И должна быть ещё выгрузка продукции, да? Вот здесь у нас выгрузка продукции. Давайте с высоты птичьего полёта на всё это дело лучше посмотрим. Будет лучше видно. Мы можем сделать выезд здесь. Или мы можем сделать здесь въезд. А здесь выезд. Или наоборот. Я бы, друзья, даже сделал здесь въезд. Вот с этой стороны. Мы въезжаем. Ребята, которым надо на эту линию, они здесь проезжают, успевают выровняться ровно. Здесь, соответственно, он тоже выравнивается. И, соответственно, отсюда выезжает. И этот здесь выезжает. Здесь мы сделаем две точки разгрузки. Одну для поддонов. Одну для... Если мы вдруг надумаем катать это всё контейнерами. Уже скоро, скоро будет это всё дело у нас. Вот. Так что всё нормально. Ну, а для записи всего этого дела мы, друзья, возьмём с вами, конечно же, наш электротрактор. И, на самом деле, на карте ещё созрело. И есть куча контрактов на сбор картофеля, капусты и свеклы. А свеклы нету. Мне показалось. Ну, короче, капуста и картофель. И что-то мне так вот хочется вот. Я не знаю, надо оно мне или не надо. У меня время подумать ещё будет. Так, где наш или... А, не здесь он. Я, кстати, помыл все комбайны. Думал, уборочная закончилась на лето. А тут вот оно как получилось. Не закончилась. Поехали, мой друг. Вместе будем рисовать маршрутики. Что-то как-то далековато от дома оказалась наша лесопилка. Текст. Что он... О, у нас тут даже дорожка проложена. Слушайте, смотрите, как классно. Для начала, конечно же, давайте займёмся каким-то минимальным терраформингом. Окрашивание. Найдём, что это у нас. Это у нас не асфальт. Это у нас гравий, друзья. Значит, смотрите. Зарисовываем вот так вот это всё дело гравия. Наводим красоту. Вот. Здесь будет у нас красивый заезд. Вот это, кстати, можно тоже здесь подправить. Некрасиво получилось. Цветочки эти вот поубирать. Вот эта часть пускай остаётся. Так. И надо сделать то ли выезд. Точнее, то ли здесь, то ли здесь. Но мне больше нравится вот здесь выезд. Если организовать. Поэтому давайте организуем его здесь. Акустики тоже сносим. Всё вот так вот гравим засыпаем. И всё теперь красивенько. Отлично. Так. Прицеп дорогой. Давай-ка ты у нас постоишь здесь. Во. Здесь есть выезд. Прям прекрасно. И он здесь выйдет аккуратненько. Всё. Шикарно. Две линии, по сути дела, провести. Да и всё. Только вот этот объезд мне здесь не очень нравится. Но нормально. Сейчас проедем аккуратно. С большим углом. И всё будет прям чётенько. Так. Давайте вот отсюда, наверное, мы стартанём это всё дело. Так вот. Бздынь. Нажимаем запись. Немножечко проезжаем. И вот так вот стартовую точку сразу соединяем. Кто-то завершил уже работу. Наверное, удобрялка. Вот так вот получилось. Вроде как даже красиво. И вот эту точку мы тоже соединяем. Ну и здесь теперь есть проезд. Прекрасно. Сделаем ещё и второй теперь. Нет, давайте сначала вот этого товарища переставим на другое поле. Другой контракт делать. Другой контракт. Этот мы, кстати, принимаем. Идёт на поле 12. Значит, друг, ты едешь на поле 12. Поле 12 у нас здесь тоже небольшое. Вот отсюда ты начинаешь. Прекрасно. Даже лишних удобрений тратить не будет. Плюс мы тебе говорим припарковаться по завершению. И плюс мы вырубаем нахрен тебя из стаба. Чтобы больше тебя не видеть. Всё. Погнал. А мы возвращаемся к нашему вот этому товарищу. Погнали в начало. Я вот думаю, продавать сейчас электричество или не продавать. 5.57. Ладно, пока не буду. Так. И вот отсюда давайте мы начнём этот курс. Бздынь. Бздынь. И... Бздынь. Во. И поехали прокатимся. Во. Красота же получается, да? Теперь вот эти вот точки мы соединяем. Давайте вот так вот. И давайте вот так вот немножко её пододвинем. И теперь их нужно расставить именно маркеры выгрузки. А, и здесь ещё нужно сделать нам разгрузку для поддонов. Давайте вот отсюда, наверное. Вот так вот. Бздынь. Бздынь. Просто я не исключаю вероятность, что будем это потом возить контейнерами. Так вот. Проезжаем. И... Вот сюда вот в принципе нормально пойдёт. Вот эту точку, значит, мы соединяем. Вот так вот. Красота. Значится. Давай, вот эта точка. Лесопилка. Выгрузка поддона пускай будет. Так, а что это у меня точечки пропали? Некрасиво как-то. Блин, есть какая-то кнопка, я знаю. Я её случайно нажал. Какую кнопку он нажал? И хрен его знает. Вот сейчас на Alt, когда нажимаю, точки появляются. На Ctrl точнее. Или на Alt. Ладно, тут выход простой. Мы идём смотреть горячие кнопки автодрайва. О, Ctrl, Alt, M. И открыть историю уведомлений. Чёрт, и всё, и больше нету. Ctrl, Alt. И что я нажал? Образить путевые точки. Да, ну. А ну-ка попробуем Ctrl, Alt, M. Кстати, не работает. Или у меня клава опять зависла? Не, не работает, правда. Алин. Ну ладно. В любом случае мы понимаем, что здесь точка. Сейчас разберёмся. Или потом разберёмся. Лесопилка, выгрузка. Надо с большой буквы написать слово выгрузка. Вот так вот. А то я там написал с большой. Значит, здесь должно быть так же. Так, загрузку щипы. Нам надо сделать обязательно точку. Я думаю, это будет вот это. Нет, это вот это точно не будет. Чёрт, писточек. Херовенько. В общем, вот эту точку поставим тогда. Лесопилка, загрузка. Щипам. Вот так вот это будет. И погнали с обратной стороны. Тоже сделаем точку. Так, поддоны у нас здесь выгружаются, по-моему, если отсюда смотреть с левой стороны. Давайте вот здесь эту точку сделаем. Я думаю, так пойдёт. Лесопилка, загрузка поддоны. Будет вот так. Далее, что нам ещё надо сделать? Нам ещё нужно сделать папку лесопилка. Лесопилка. И все эти точки перенести туда. Вот они, четыре штуки. Лесопилка, лесопилка, лесопилка и лесопилка. Готово. Ну и здесь тогда всё. Надо ещё лесорубов, друзья, поставить. О, опять сборище скопилось. Смотреть на мой прицеп. Реально, как будто у них коллизия есть у этих человечков. Точнее, по крайней мере, они преграды видят. Это прикольно. Это что-то новенькое. Вот, уезжаешь и они расходятся. Так, ты пока стой здесь. Вероятно, ты нам ещё понадобишься. Теперь, друзья, хороший вопрос. Где нам поставить лесорубов? Их, по-хорошему, нужно три штуки. По-моему, вот это, да? Лесоруб. Производство не сильно большое, но их надо три. С одной стороны, мне хочется их раскидать по карте. С другой стороны, удобнее, конечно, было бы в одном месте их все держать. Блин, может их вот здесь надо было поставить? Но лес я пилить уже не буду. С меня довольно. Разумеется, лучше к какой-то лесистой местности. Ну, более антуражно будет. Ставить и поставить их вот прямо вот здесь вот. Места маловато, конечно. Прямо вот так вот вплотную. Там даже есть место проехать, на самом деле. Правда, землю этого выровнять, конечно, предварительно. Слушайте, а может и правда их вот так вот жахнуть здесь в ряд? Три штуки или даже четыре. Вот так вот вплотную. Крыша получается над забором. И она даже не мешает. Слушайте, давайте так и сделаем. Но предварительно, конечно же, нужно здесь всё нахрен выровнять. Если здесь не выровнено. Я так, конечно, ровнял. Но мало ли что. Вдруг деньги, кстати, не снимает. За терраформинг. Вот здесь начало снимать. Здесь не очень ровно. Я старался сюда и не залезать за территорию, где у нас не будет лесопилка стоять. Но всё, больше не снимает. В теории там должно стоять всё ровно. Земля должна быть ровной. Давайте попробуем одного поставить. Посмотрим, сколько их на самом деле надо. И что им вообще надо. Потому что все вот эти вот, вот это, по-моему, да, лесорубы. То, что здесь показывают, здесь и бустеры показывают. То есть, ну, без мяса, без одежды, без яблок, без обуви они всё равно будут работать прекрасно. Там есть место проехать. Поэтому нормально. Давайте вот одного вот так вот всунем. 155 тысяч строительства. И посмотрим, что за оно. Кто завершил работу? Сеялка завершила работу. А почему не сложилась наша сеялка? Не понял. Э, товарищ. Сложить инструмент в конце курса активно. Вообще не круто сейчас поступил. Прям вообще не круто. Ну ладно. Давай едь на поле 36. И сей это поле. Семян канолы, благо, немного тратится. Кстати, контракт на 12 поле у нас уже тоже выполнен. Давайте его примем. А мы возвращаемся сюда. Так, лесоруб. Лесоруб и лесоруб вторая смена. Обязательно ему нужно топливо. Обязательно ему нужны поддоны. И обязательно ему нужно техобслуживание. И в итоге он делает 2312 с половиной бревен. Допустим, мы включаем эту линию. И идем вот сюда. Значит, смотрите. Он при таких условиях производит 30 кубов бревен. А при условии, что у нас включены все линии, требуется 156 тысяч бревен. Это в месяц. В год, соответственно, 360 тысяч. Если мы ставим 4 таких штуки, то получается где-то миллион пятьсот. А надо... Не круто. А допустим, если ты будешь у нас работать... На самом деле, щипу мы скоро выключим. То есть, поднакопим немного. Я щипы здесь просто коплю, потому что она... Щипу можно прямо сейчас выключить уже. Не надо нам щипа здесь. Ладно. Будет заканчиваться. Временно включим. Но при таких условиях все равно больше, чем надо. Если мы запустим вторую смену... Вторая смена будет чуть больше топлива еще жрать. И денег, кстати, не сильно много. Чуть больше техобслуживания, чуть больше топлива. А они будут работать в две смены, значит, да. И будут делать шестьдесят кубов. А значит, три штуки. Давайте тогда запустим линию щипы, посмотрим. Лесопилка, правда, тоже в две смены может работать. Так что пускай лучше будет запас. Шестьдесят умножить на четыре. Двести сорок. Требуется сто пятьдесят шесть. Может быть, будем подключать тогда вторую смену в лесопилке. И ставим тогда четыре таких штуки. Планк, капкан. Так, ты у нас друг. Второй. Хотя сюда вообще влезет три. Но шесть на три сто восемьдесят мы считали. Три даже будет запасом. Отлично. Четыре ставить необходимости никакой нет. Так, это ты у нас вот здесь вот будешь стоять. И еще один будет у нас тогда... Здесь вообще, если их поставить рядом, влезло бы и четыре. Но ладно уже. Так, и тогда вот сюда. И нормально. Хороший вопрос. Сколько тебе нужно топлива? Шестьдесят кубов в тебя влезает. Поддоны отсюда мы, наверное, будем носить чуть ли не руками. Так, кто приехал обратно? Ман приехал обратно. И вальтрос удобрялка приехала обратно. Отлично. Друзья, раз у нас такое... А, кстати, топливо из канола мы тоже запускаем. А раз у нас уже пошла перегрузка топлива, давайте мы здесь немножко подровняем, подкрасим. Крашивание это у нас был гравий, по-моему, вот это, да? Потому что вот это вот, торчащее вот так прям, мне не нравится. На самом деле здесь вот так вот не надо. Все удаляем. Вот эта часть с кустиками пускай остается. Вот здесь только проезд немножко сотрем и все. Вот с этой стороны тоже пускай все остается. Может быть вот эти кустики тоже немножко убираем и все. Красота. Так вот, так как мы переходим на перевозку топлива, нам нужно отключить мод на медленную заправку, потому что заправляться оно будет очень долго. Для этого надо перезапустить игру. Только сначала сохраниться, разумеется. Реалистик рефьюлинг. Мы выключаем и начать. Мы возвращаемся к нашим баранам. И, друзья, здесь тоже надо сделать тогда автодрайв на выгрузку топлива. Еще здесь у нас поддоны выгружаются, но реально их будет проще просто вручную сюда перевозить, прямо на поддонах. Там не такой большой расход. Сейчас, кстати, и перенесем. Но для начала автодрайв на топливо. Включаем опять-таки карту. Да, здесь место проехать валом просто. Вот отсюда мы опять-таки из этой же точки. У нас получается три пути из одной точки будут. Начинаем рисовать. Здесь сразу же соединяем. И поехали, проедемся. Поехали, наверное, отдельно все точки сделаем. А здесь просто такую сквозную линию сделаем. Правда, не знаю, куда она потом будет уходить здесь. Давайте-ка выйдем. А, фиг мы так выйдем. Посмотрим. Ладно, тогда отменяем запись. Поехали здесь посмотрим, куда она выходит. Можно вот сюда вывести, в принципе. И не париться. Можно через лесопилку его пустить. Налево вывести. Здесь тоже въезд тогда сделать. Давайте так и сделаем. Нет, давайте здесь выведем. Как я изначально сказал. Опять-таки, продолжаем запись маршрута. Вот это сразу соединяем. Сдынь. И вот здесь вот так вот. На правой линии, которая там выгрузка получается, триггер. Поэтому здесь будет... Не, надо было делать не так. Давайте вот сделаем. Вот это мы сотрем. А сделаем здесь вот такой вот поворот. Соединим вот так вот. И вот так вот. Сделаем вот так вот. И отсюда просто проведем маршрут сюда. Чтоб они пересекались именно через точку. А можно даже не отсюда, а отсюда. Вот так. И возилка будет объезжать триггер выгрузки. И они не должны будут друг другу мешать. Огонь. Теперь выгрузку топлива надо сделать всем. Получается три раза. Три разных точки. Не очень хочется проезжать вот здесь. Потому что здесь у нас на поддонах будет появляться наше бревно. Но другого пути я здесь не вижу, если честно. Не очень удобный триггер на самом деле. Ну ладно, давайте пробовать. Поехали как-нибудь запишем. Давай это будет лесоруб топлива 1. Вот так вот пойдет. Мы заканчиваем его тогда здесь и здесь вот так соединяем. А что это ты не соединил, дядя? Вот отсюда тогда запишем. Вот так вот лесоруб топлива 2. И сейчас пойдем это все еще и тестировать. Вроде как он через триггер должен будет проезжать. Это у нас будет лесоруб топлива 2. Лесоруб топлива 2. Бездынь. Готово. И здесь мы тогда тоже запись выключаем. Вот так вот. Нормально. И давайте наверное вот отсюда. Да, здесь будет пересечение. Но по сути дела скорее всего мы будем одного товарища сюда отправлять. И они не должны будут конфликтовать. Точнее он сам с собой конфликтовать не должен будет. Ну вроде как вот так вот пойдет. Лесоруб топлива 3. Во. Красота. И возвращаем его вот сюда тогда. Сдынь. И готово. Создаем папку лесоруб. Лесоруб. Вот так вот. И вот эти вот три точки переносим в лесоруба. Готово. А вот этому товарищу мы цепляем прицеп с топливом, который у нас здесь. И отправляем его домой. Насколько я понимаю из этого прицепа мы же не выгрузим топливо. Кстати о топливе. А 10800 это одна. 60 кубов в месяц будет требоваться у нас топливо. 129 кубов в год у нас будет на лесорубов уходить. Вру. Намного больше. В три раза больше. Это одного оно считает. Но в любом случае. Едь на парковку топлива. А мы друзья тогда возьмем нашего вот этого вот возилку. И знаете что мы скажем ездил? Сколько туда топлива влазит? 60 кубов по-моему да? Да. 60 кубов. Мы отвезем по три поездки на каждую. У нас столько топлива пока что есть. Поэтому ставим ему в сумме 9 поездок. Говорим ему загружаться на какой лесопилке? На НПЗ. Загрузка топлива. Едешь ты друг мой лесоруб топливо 1. Везешь дизельное топливо. И менять загрузки доставки. Менять доставки. Вот так вот мы делаем хитрый план капкан. И отправляем его кататься. То что трактор 38% износа не очень хорошо. Может заехать починиться в любой момент. Но вроде как должен успеть все съездить. А мы же пока давайте загрузим их поддонами еще. Поддонов влазит в 40 кубов на каждую. У нас тут уже произвелось. 46 кубов поддонов кстати произвелось уже. Давайте 30 кубов выгрузим. По чем они там? Поддоны по 5000 литров. То есть каждый по 10 тысяч литров. 6 поддонов получается. Отлично. Выгружаем их. И сейчас париться не будем. Здесь близко. Просто руками их отнесем сюда. Так вот. Сдынь. Вот так вот второй сюда рядышком ставим. Пускай выгружается. Главное через триггер не пройти. Чтоб не выгрузить ни в того лесоруба. Так здесь топливо. Вот здесь вот у нас поддоны. Отлично. И второй сюда тоже ставим. Отлично. И с другой стороны обходим. И выгружаем вот сюда. Отлично. А еще один да. Да. Ставим вот сюда. Это я через триггер пронес. Поэтому он мне говорит, что здесь не принимают поддоны. А мы как бы и нам и не надо. Так. Лесорубы. Лесорубы получили по 10 кубов. Да? В процессе получения. Этого должно на какое-то время хватить. Давайте запустим все вот эти вот линии. Поддоны тут чуть что. Можно вторую, третью смену поставить. И планки. Еще вторую смену можно будет поставить. Но пока что нам это не надо. Так. И ждем пока привезут нам сюда дизельное топливо. Этот товарищ загрузился, кстати, уже и едет. Он еще и сам заправился. Кстати. Прикольно. Я тут на самом деле еще так прикинул. В принципе, скорее всего, так как лесорубы у нас стоят прямо рядом, то мы сюда, наверное, и руками все будем это дело сгружать. У нас есть сканер, который аж 50 поддунов в себя вмещает. Так что здесь автодрайв нам, наверное, вот этот и не понадобится. Меж тем, первую ходку у нас товарищ топливный едет. И надеюсь, что он разгрузится и все у него будет хорошо. Тут не очень удобные триггеры. Чуть ли не под задний ход они рассчитаны. Опс. Разгрузается. Пошла разгрузка. Отлично. И этого прицепа хватает на один день и три часа. Почти четыре. Но мы сейчас три прицепа завезем, поэтому все нормально будет. Еще единственное я хочу проверить. Так, я же в настройках вот эту штуку поменял, да? Доставки менять. Но оно здесь не поменялось. Может быть поменяется, когда оно загрузится. Сейчас проверим. Чтоб это работало. Все, выезжает он отсюда, кстати, тоже прекрасно. А дождик-то противненько, да? Кстати, в правом верхнем углу написано вторник, 3 ноябрь. На самом деле октябрь. Видимо в переводе мода, который высвечивает мне здесь дату. Ошибочка. Правда, я перерыл все файлы этого мода, и я не нашел там название месяцев на русском языке. Да и на английском. На самом деле у меня сейчас октябрь. Я третий день уже эту серию записываю, да? И вероятно, она довольно длинной получилась. На весы, кстати, на меня не срабатывают, на человека. Ну и ладно. В общем-то ладно, друзья. Сейчас этого проверим и будем на этом заканчивать. Мы с вами встретимся уже в следующей серии в сентябре. То есть у нас получается одна серия будет на сезон, наверное, растягиваться. Для спонсоров они будут выходить, видимо, чуть реже, но больше контента будет получаться. Надеюсь, нормально так будет. Можете, кстати, в комментариях черкануть. Я, друзья, за остаток августа выполню контракты на уборку. Насобираю денежек. Досеется у меня это поле. Я их еще удобрю и прикатаю, потому что надо прикатать канолу. Отсолнечник не надо, а канолу надо. Чтобы был у нас крутой урожай. Так, у нас этот товарищ прибыл на загрузку. Кстати, прям отсюда ловит триггер. Можно было даже точку эту не делать и загружать просто на одном триггере все. Но уже ладно. Как быстро сейчас заправка пошла. Так, меняй на лесоруб топливо 2. Давай-давай, меняй. Пожалуйста, да, поменялось. В общем-то, этот товарищ у нас довозит топливо всем. Равномерно вылет по 37500. И этого в теории должно будет на осень хватить. А мы же осенью, у нас сейчас канола там перерабатывается. Плюс в октябре у нас будет уборка подсолнечника. То есть еще какое-то топливо появится. Зиму переживем. Что делать потом дальше? У меня пока идей нет. Но, видимо, придется топливо покупать. У нас нет столько урожаев. Чтобы завод всегда работал, там по 200, по 100 гектаров надо канола и подсолнечника выращивать. Это очень много. Я столько себе позволить не могу. Но будет своя подпитка топливом. Хорошо. Если что, купим. Не такая уж и большая эта проблема. Как я считаю. Так вот, друзья. Встретимся, в общем-то, мы в сентябре. Баланс наш будет чуть побольше. На сентябрь у меня тоже много планов на постройки. И там очень сильно я рассчитываю на то, что в октябре будет много контрактов на уборочную, где мы сможем еще денежков заработать. На этом у меня на сегодня, друзья, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Кто хочет смотреть ролики заранее на бусте, это можно сделать. Вот в октябре эти серии уже выходят. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки. Друзья, а нашел я траву, которая растет. Она находится у нас в планировке ландшафта, в растениях. И вот здесь есть типа поле, а есть трава. Я надеюсь, что это будет не поле. Давайте попробуем зарисовать. Вот это та же самая трава, которая у нас везде и растет. Такая лишнего залез, но ничего страшного. Это недорого стоит. Лишнего я таки нарисовал. Ну ладно, сейчас подправим. Ну вот оно прикольно. А вот это вот зеленое, это подложка под траву. Кстати, надо было начать с нее, да? Просто вот эта трава. Да. Мне больше нравится все-таки вот этот цвет, а не ядовито-зеленый. Так что давайте начнем именно с него. Так вот это все дело возвращаем. Дорожки сейчас тоже вернем. То, что немножко на свинарник залазит, ничего страшного. Черт, у меня навоз там пропал, да? Не исключено, кстати. Ну ладно, ничего страшного. Надо было его вывести сначала. Я последний раз давно сохранялся, поэтому уже ничего не попишешь. Так, вот это тоже мы все вот так вот зарисовываем. Сейчас вернем эту грязь и сделаем дорожки обратно. Там еще, друзья, кусты есть. Я думаю, что кустов мы тоже насадим. Во, нормалды. А вот это все, друзья, уже большой кистью тогда. Сейчас вот все зарисуем. И засадим травой. И будет такие красота. На самом деле, я вот никогда вот это не любил. Сам все устанавливать. У меня никогда красиво не получалось. Но пока что, то как у меня получается все строить, я вот честно говоря доволен. Сам от себя не ожидал. Такс, это готово. Теперь засаживаем траву. Опять-таки кисть поменьше. В принципе, дорожки же потом все равно отдельно рисовать будем, поэтому не стесняясь. Вот так вот все зарисовываем. А дальность прорисовки не самая максимальная, конечно, у травы. Вообще свиньи и траву типа не жрут. Они даже близко типа ее не жрут, да? А зачем я это зарисовывал в навозной яме? Оттуда надо будет это все удалить. Я думаю, что мы там даже грязь сделаем. Все, друзья, теперь это будет лужайка, но это не поле. Вроде как. И меня это, конечно же, несказанно радует. Все вот так вот зарисовываем. Кстати, по-моему, денег я на это потратил прям очень до хрена, да? Сейчас я ужаснусь с этого, потому что я сейчас что-то смотрю. Прям реально тратится очень много денег. Ну ладно, чего не сделаешь ради красоты. По-моему, на балансе 600 тысяч было. Все, последние штрихи. Отлично. Теперь мы идем в окрашивание и ищем там грязь, которая у нас там была. Оп, дождь закончился. Аллилуйя. О, животная грязь нам надо обязательно. Я так понимаю, это вот оно, да. Мы, соответственно, вот здесь травку немножко подчищаем около заборчиков. Борчиков всякой-то, аккуратненько. Эй, свинья, не жри траву, ты че? Тебе это не нравится? Хотя, блин, ты же свинья, ты типа жрешь все. Во, красота. Где-то местами оно типа вылазит, трава. Но, по-моему, здорово. И давайте мы, наверное, вот это вот тоже сделаем этой самой животной грязью. Хранилище навоза. Мне почему-то кажется, это такое прям правильно было бы. Во, огонь. А вот этой грязью тогда рисуем дорожки. Делаем ее даже пошире, чуть-чуть. И аккуратненько вот так вот все ведем. Бздынь. Так, здесь немножечко расширимся. Здесь немножечко расширимся. Здесь вообще все заросло нахрен. Дорожку мы возвращаем. Хотя, вроде как, по ней никто не ездит. Но, ладно. Так, вот здесь же. А, ездит. У нас техника, которая просто вот по этой дороге ездит. Она ездит здесь. Мне кажется, она ближе в эту сторону катается. Ну, ладно. Все, вот так вот дорожку эту мы делаем. Здесь смысла расширяться я на самом деле не вижу. Там тоже никто не ездит. И вот здесь имеет смысл замешка расшириться. И вот здесь тоже из триггера. Наверное, вокруг-то все надо сделать. Черт, она не убирается. Ты больше. Не, вот эта трава мне здесь не нравится. Ее надо как-то точно отсюда выпилить. Ну, чуть пошире делаем кисточку. И все нормально. Во. И вот так вот все. И у нас здесь красота. А, вот эту дорожку мы не исправили. Исправляем. Не вопрос. Эх, 117 тысяч осталось всего. Кошмар. Во. Все, вокруг свинарника все красиво. Красота. Вот, теперь здесь везде травка. Меня прям это радует. А, да. Навоз мы удалили. Нужно заправить топливо. А, слушай, тебе тут осталось работать. Съездишь на заправку и заправишься. Не вижу проблемы. Так, а этот товарищ у нас уже, кстати, по второму кругу пошел. Так что все три линии у нас работают. Но, друзья, как я уже говорил, встретимся мы в сентябре.